Мы уже совсем большие. Универтовая отмечает юбилей. Был один стационарный телефон на всех, справочник желтой страницы Казани. Язык – это дорожная карта культуры. Айболит, болят глазки. Для доказательства эффективности нашего продукта мы провели совместные исследования с Казанской ветеринарной академией. Были проведены испытания на кроликах. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Максим Мартынов. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин торжественно поздравил всех причастных к одному из старейших вузов России с его 218-летия. В своем обращении Ленар Сафин отметил, что Казанский университет – это не просто классический вуз. Это мощный образовательный и научно-исследовательский комплекс, известный не только в России, но и далеко за его пределами. С полной поздравительной речью ректора Казанского университета можно ознакомиться на официальном сайте вуза – kpfu.ru. Казанский университетский телеканал продолжает праздновать свой юбилей. Сегодня прошли лекции, мастер-классы и творческие встречи, о которых подробнее расскажет наш корреспондент Адалина Абдарахманова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошел второй день юбилейных мероприятий, приуроченных к дню рождения Казанского федерального университета, 45-летию университетского телевидения и 10-летию телеканала «Универтовая». Выступление второго дня открыл мастер-класс «Новостной репортаж», спикером которого стал Сергей Шерстнев, шеф-редактор службы новостей телекомпании «Эфир». Он рассказал ребятам об особенностях новостных репортажей и поделился своими советами. Источники информации тоже огромная проблема для новичков. Вот они приходят, и где брать темы для сюжетов, где брать какие-то информационные поводы. Вот. Но тут, собственно, перечислено где. Когда я начинал, у нас этот список был, наверное, короче процентов на 70. Был один стационарный телефон на всех и справочник желтой страницы Казани. Далее стартовал мастер-класс Руслана Хоменко, руководители школы ораторского мастерства и речевой самообороны, речевая самооборона и управление конфликтными коммуникациями, где гости узнали о секретных способах грамотно выйти из конфликтов. Вот есть у меня ощущение, что ваша мама – один из главных ваших манипуляторов в жизни. Да, я не буду вас поднимать руки, к сожалению, это так. Причем мамы это делают и не специально, и не осознанно, а только из благих побуждений. Да, кому интересно, можно кулуарно об этом поговорить. Поэтому маму надо любить, ценить, уважать, дарить подарки, сделать все, чтобы мама жила долго и счастливо. После небольшого перерыва для гостей мероприятию снова выступил Руслан Хоменко, но уже с мастер-классом, посвященным ораторскому мастерству и работе в кадре, где обсудили навыки работы за и перед камерой. Ораторы, ну если публика что-то там делает, чаще всего это причина в ораторе. Ты не уделяешь им внимания. Поэтому бросьте все суррогатные советы, типа смотрим сквозь людей, смотрим в третий глаз, выбираем себе позитивного слушателя и только смотрим на всех. Влияешь на тех, на кого смотришь. Оратор должен на всех. В финальной части мероприятия состоялась творческая встреча с Татьяной Михайловой, президентом фонда биографических интервью «Аярис». Она поделилась своим опытом с гостями и рассказала о своем пути. Я закончила вуз где-то порядка 30 лет назад. Вот сейчас я с вами делюсь опытом. У кого есть, у кого есть желание лет через 10-15 занять мое место и тоже делиться опытом? Амбициозные люди есть? Супер. Трое, пятеро? Нормально. Женщины? О, один мужчина. Достойно. То есть, вот смотрите, это совершенно все реально, и поэтому в моем докладе есть глазами руководителя. Полные версии мастер-классов и лекций вы сможете посмотреть уже в ближайшее время на сайте телеканала и его группе ВКонтакте. Адалина Абдрахманова, Универ Ньюс. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся День иностранных языков. Мероприятие приурочено к Третьему Казанскому международному лингвистическому саммиту. Подробнее о теме разговора в сюжете. 18 ноября в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ собрались неравнодушные к профессиональной теме педагоги иностранных языков Татарстана. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов преподавательского состава вуза. Заместитель директора по международной деятельности и развитию Института филологии и межкультурной коммуникации Элизара Гафиятова поблагодарила всех собравшихся гостей и отметила, что данная встреча очень значима для Казанского университета. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли в гости, за то, что вы смогли найти время. Мы понимаем, что для вас это было сложно, оторваться от детей, оторваться от ваших школьных трудовых будней. Я знаю, что вы просили друг друга, чтобы вас подменили, кто-то за вас провел эти уроки. Многие обращались, звонили. Но я надеюсь, что сегодняшний день будет таким же плодотворным, как мы его и обычно привыкли проводить. Программа мероприятий включала в себя не только торжественную речь, но и семинары. Их тематика была разнообразной и многогранной. Преподаватели иностранных языков делились своим опытом и знаниями в области применения корпусной лингвистики на уроках, использовании киноматериалов, подготовке к сдаче устной части языковых экзаменов и многих других. Так как именно наш институт является центром педагогического образования по подготовке учителей иностранных языков в республике Татарстан. К нам на саммит приезжали коллеги из Елабужского педагогического института, который многим годом считался центром педагогического образования. Но, к сожалению, направление педагогика осталось только в нашем институте. Напомним, что День иностранных языков прошел в рамках третьего Казанского международного лингвистического саммита, который завершится 19 ноября. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. В инжиниринговом центре Набережной Челнинского института КФУ прошла первая открытая лекция для студентов в рамках создания университетской стартап-студии. Подробнее далее в сюжете. 17 ноября представители передовой инженерной школы Набережной Челнинского института Казанского федерального университета организовали познавательную лекцию для всех заинтересованных студентов. Ее ключевая задача – рассказать молодому поколению, что такое стартап, как запустить собственный и как стартап-студия может помочь студентам реализовать свои идеи. У нас планирует цикл из трех семинаров, коротеньких. Это буквально встречи, на которых мы рассказываем студентам о том, что такое стартап. Для студентов такая возможность есть, это действительно уникальные возможности. Очень круто, что сегодня пришли люди, мы с ними прекрасно пообщались. Мы узнали, что такое стартап вообще, мы обсудили, подискутировали. Ну и, безусловно, ждем всех на следующем мероприятии 24 числа. 12 часов оно пройдет. Лекция прошла в формате интерактивной игры, в ходе которой удалось сформировать небольшие команды будущих стартап-проектов и выделить лидеров. Неформальность встречи позволила наладить контакт между спикером и студентами, что облегчило восприятие новой информации. Было очень весело, интересно, было много людей. Также советую всем ходить, советую создавать этот народ, развиваться в этом направлении. Я вот также узнал сегодня много всего интересного, узнал о том, как развиваться в этом направлении, как строить бизнес, с кем, где брать на это инвестиции. Стоит отметить, что проект является инновационным и амбициозным для России. И КФУ стал одним из 20 ключевых вузов, которые принимают участие в создании стартап-студии. Карина Саяхова, Медиа-центр Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюс. Уникальные противовоспалительные капли для домашних животных разработали ученые Казанского федерального университета. Накануне они зарегистрировали патент на свой препарат. Как разработка может помочь братьям нашим меньшим, разбирался наш корреспондент. Одно из самых неприятных явлений, с которым сталкиваются владельцы домашних животных – болезни. И это не всегда что-то глобальное. Банальное воспаление глаз может сильно подпортить жизнь как питомцам, так и их владельцам. Причем главная загвоздка – выбор препарата для быстрого и эффективного лечения. Ведь причиной воспаления может быть все, что угодно. Ученые химического института имени Бутлерова совместно с коллегами из Казахстана разработали и запатентовали уникальные глазные капли на основе корня солодки. Для доказательства эффективности нашего продукта мы провели совместное исследование с Казанской ветеринарной академией. Были проведены испытания на кроликах и был показан очень положительный эффект. Все воспаления глаз, которые были вызваны как специально, так и природные воспаления глаз, был очень хороший эффект. Все кролики выздоровели, ни одно животное не пострадало. И, в общем-то, эти капли могут быть применимы и для человека. Большинство препаратов на рынке оказывает либо противовирусное, либо антибактериальное действие. Глазные капли ученых Казанского федерального университета сочетают в себе противовирусную, противогрибковую и противомикробную активность. Помимо всего прочего, корень солодки в составе препарата оказывает анальгизирующий и действенный очаг воспаления. Проще говоря, ослабляет или вовсе устраняет чувство боли и раздражения у животных. Нами был получен патент Российской Федерации. Для выдачи патента проверяется оригинальность. То есть, соответственно, наш продукт уникальный, оригинальный. И такого продукта на рынке в настоящий момент нет. Мы уже рассказывали вам ранее о молодом ученом химического института Семене Романове и его зоошампуне. В рамках финансирования, которое он получил для организации производства и вывода товаров на рынок, ученые планируют выпуск небольшой партии глазных капель для сельскохозяйственных животных. Маргарита Михайлова, Ленаргий Затулин, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета прошла международная научно-практическая конференция «Татарская литература видения» в контексте восточно-литературной эстетической философской мысли, посвященной 90-летию татарских литературоведов Азат Ахмадулина, Резиды Ганиевой и Рефата Свиригина. В аудитории присутствовали деятели культуры, литературоведы, преподаватели смежных дисциплин и просто неравнодушные гости, любящие творчество вышеупомянутых авторов. В рамках конференции лекторами были зачитаны доклады. Официальный магазин Казанского Федерального Университета КФУ «Стор» запускает акцию «Скидка до 40% на покупку фирменной продукции университета». Она приурочена к 218-летию Казанского университета и продлится с 18 по 25 ноября. Приобрести по выгодной цене можно ручки, блокноты, наклейки, значки, флешки, свитшоты, бомберы, термокружки и даже елочные игрушки. В акции участвуют свыше 50 наименований брендированных товаров, однако их количество ограничено. Магазин находится в главном здании КФУ и работает с 9.00 до 17.00 по будням. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...